Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 декабря, день Евстратия. Сегодня поминают святых мучеников Евстратия, Авглесентия, Евгения, Мордария и Ореста. Во время гонения на христиан они проявили стойкость и не поклонились идолам. Первое мучение принял Авгсентий. Военачальник Евстратий увидел, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания и объявил себя христианином. Далее о вере во Христа завел молодой воин арест и простолюдин Мордарий, после чего все они были приговорены к смерти. В народе верили, что начиная со дня Евстрата, надо наблюдать за погодой в течение 12 дней. И каждый из этих дней будет показывать, какая погода будет в каждом месяце следующего года. Считалось, что сегодня ведьмы собираются на шабаш и советуются между собой, как похитить солнце. Сегодня не сквернословили, чтобы ведьма на голову с неба не упала. Не оставляли у входа веник, чтобы нечистая сила его не утащила. Этот веник она могла использовать для поднятия снежных вихрей, которые заметут солнце. Что касается ведьм, то в народе их изображали в виде старых и толстых баб с растрепанными седыми волосами и длинными костлявыми руками. Верили, что ведьма может оборачиваться кошкой, кобылой, бездругой коровой, змеей, курицей, собакой. Могла она стать и неодушевленным предметом, например, иглой, глубком, копной с сеной, качащейся бочкой. При этом каждая ведьма могла принять 12 обличий. Ведьмы могли летать на метле, на лопате или другой утвари, связанной с печью, так как они колдовали перед огнем. Если опрокинуть ухват печи, то ведьма не сможет колдовать. Если печную заслонку наоборот повернуть, ведьма не сможет отыскать свой дом. Были и ворожеи. Они могли принимать вид птицы, дыма или вихря. По поведению вихря судили о том, рядом она или нет. Дым из трубы дома, где жила ворожея, никогда не был спокойным. Он всегда вертелся клубами вне зависимости от погоды. Сегодня проводили различные обряды, чтобы расстроить козни злых духов. Приметы. Сегодня не упрягали в сани белую лошадь. Опасались, что так в дом можно покойника привезти. А сырые, вы говорите, вам она не нравится. Дело в том, для того, чтобы приготовить правильный вкусный салат, вам необходим особый майонез, который скрашивает вкус той же капусты, которую мы имеем. Так вот, для того, чтобы кровь у нас была хорошего качества, чтобы она была такая текущая, значит, лучше всего использовать сначала пьем чай с мягкой водички. Начинаем так. Да, с мягкой водички. Оно уже пошло, разбавляет нашу внутреннюю воду, потому что кровь из воды состоит. Вот. Далее мы с вами едим, значит, салат или тушеные овощи. Они также в основном состоят из водички. В основном. Геннадий Петрович, а это вот часто можно чай такой пить в день? Чай можно пить, когда вам захочется. И будете пить вкусный чай и наслаждаться. Дело в том, что мы, знаете, привыкли к таким оттенкам, как в основном теркий, в основном, он говорит, вяжущий. Вот. А дело в том, что травяные чаи, они тоже могут быть. Чай из ромашки, теркий. Если много шиповника, он там немножко вяжущими свойствами будет. То есть, такие оттенки, букет таких вкусов, которые не дают. А кофе? Кофе, допустим, пожалуйста, мы можем пить из цикория и получать массу полезных вещей, но при этом и получать кофеин, который нам не нужен в таком количестве из обычного кофе. Нет, мне не идёт цикория. Пробовала? Ну, возможно, там его попить с мидком, с небольшим таким количеством. Там тоже надо подобрать различные варианты. А сахар? Чай не кладут в такой? Сахар можно вложить и сахар в чай, можно вложить варенье в чай. И с медом, да? И с медом. Это всё, как говорится, не возобновляется. Но просто, знаете, следует понимать, что лучше всего использовать всё-таки естественные сладкие вещества. Ну, естественные сладкие вещества какие? Это прежде всего чай пить с сухофруктами. Очень полезно. Очень полезна сладость. Изёр, курага, чернослив и так далее. Цукаты очень полезны. В то же время кишечник работает. А если мы сахар только сделаем, да, будет сладко. Но у нас получится, что минеральных веществ нету, которые... Так как часто пьют чай, будет очень много сахара. Много сахара, это, как правило, уже на поджелудочную железу влияет. То есть нагрузка. Почему у людей пожилого возраста возникает вот в таком обиле сахарный диабет второго типа, это наживное заболевание. Из-за того, что они очень много употребляют сладких веществ. Причём сладких веществ, когда всё сразу всасывается. Вот если мы берём сухофрукт, там всасывание идёт, ну, не такое быстро, как в сахаре. Поэтому с чаем можно употреблять. Лучше всего с медом, лучше всего можно с вареньем хорошо подойдёт практически. А варенье тоже ставлю варенье, да. Цукаты и особенно сухофрукты. Халва. Больной вопрос. У меня отец дожил до 82 лет. И вот он, особенно в последние годы жизни, очень любил халву. И знаете, в чём особенность вот этой пристрастии любви к халве? Особенно в пожилом и старческом возрасте. В пожилом возрасте, для того, чтобы организм не терял влаву, ему хочется маслянистый продукт. Оказывается, масло сохраняет влагу. А что такое халва? Это семечки подсолнечные, избытчёвые. Это масло, это обилие. Это масло вообще, это продукт, который тёпленький по своей природе. Плюс он сохраняет воду, защищает, как я сказал, от холода. И ещё сладенький. Сладенький вот тоже все любят. И в пожилом возрасте, для того, чтобы чувствовать себя нормально, хочется именно такого продукта, который бы принёс в организм нашу тяжесть, сладость и покой. И халва это делает. Поэтому я так люблю. Ну то есть вот от сладости, это уже в сахарный диабет никакого отношения? Всё дело зависит от дозы. Если мы будем съедать по килограмму, наша поджелудочная железа не выдержит. А если мы будем съедать, ну, примерно грамм по 50 ежедневно, то это вполне нормально. И делать это как отдельный приём пищи. Вот так. Спасибо. Двадцать девятые лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому её ассоциируют с чудовищем морских глубин – осьминогом. И всё это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияют на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всём ограничения – физическое нагрузки, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать её алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще, ещё продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во всём. Что касается очистительных процедур, там можно промывать лобные и гайморовые пазуки. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идёт на спад, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если её не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определённым вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok